Привет! Посмотрите на эти мотоциклы. Наши коллеги из компании «МотоСтронг» сами привозят их из Европы, выбирают байки в отличном состоянии и с минимальными пробегами, без аварийного прошлого. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется, мы продаем мотоциклы в отличном состоянии. Обращайтесь в «МотоСтронг-М». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Что вы знаете об автомобилях марки Deo? Этот корейский производитель стал дочкой компанией General Motors и десятилетиями донашивал старые платформы и агрегаты. Сегодня в нашем обзоре мы расскажем о двигателе для распространённых автомобилей Deo. Итак, встречаем долгоживущий 8-клапанный мотор. Перед нами 1,4-литровый мотор A14SMS. Всё сказанное о нём будет справедливо и для двигателя объёмом 1,5, более популярного A15SMS. Эти моторы ведут свою историю от старых моторов Opel объёмом 1,4 и 1,6, которые устанавливали на Opel Cadet E и Ascona C. С подачи General Motors эти двигатели просуществовали до норм Евро-3, а в Европе под капотами автомобилей Эти двигатели продавались до 2008 года на ZAS. Шанс они просуществовали аж до 2014 года. Этот мотор был снят с европейского Deo Lanos 2003 года. Также такие моторы устанавливали на Deo Nexia и аналоги от Usdeo и ZAS. На Deo Calas и Chevrolet Avia эти моторы обозначались F14S3 и F15S3. Это предельно простые моторы. У них 8 клапанов ГБЦ, чугунный блок цилиндров и ременной привод ГРМ. В последних версиях этих моторов под Евро-3 установлена сдвоенная катушка зажигания, добавлен датчик положения распредвала и нормальный разделённый впрыск. Что можно сказать о надёжности этих моторов? Надёжность есть, но очень во многом ощущается, что производитель экономил. Недаром гарантия на Lanos Nexia и Шанс всего 2 года или 50 тысяч километров пробега. Собраны и сделаны они не на совесть. Уже после третьей замены масла начинаются поломки и внеплановые замены. Обо всём об этом сегодня подробно расскажем. У двигателей для Lanos Nexia есть хроническая проблема – это течь масла по датчику давления масла. Масло сочится по его корпусу. Течь может быть значительной, т.е. масло обильно капает. Также может загораться красная маслёнка из-за того, что старое масло замыкает контакты датчика. Помогает только установка нового датчика. Сзади на ГБЦ есть заглушка. Она прикрывает проём, в которой устанавливался трамблёр. На моторах с катушкой зажигания она служит просто крышкой. Иногда запотевает маслом. Чтобы избавиться от запотевания, надо просто поменять прокладку этой крышки. На 8-клапанных моторах для Nexia и Lanos датчик абсолютного давления установлен на моторном щите и соединён со впускным коллектором трубкой. Трубка соединена со впуском возле дроссельной заслонки. Зимой в этой трубке образовывается конденсат, который нарушает показания датчика и может его испортить, попав в него. Из-за неисправности датчика абсолютного давления этот двигатель будет расходовать больше топлива и иногда может вообще не запускаться. Но продиагностировать его просто – надо замерить напряжение между центральным проводом и массой. При включённом зажигании значение должно быть от 4,5 до 5,5 Вольт, а после запуска мотора это значение падает до 0,5 Вольта. Двигатели для Nexia и Lanos оснащены механической дроссельной заслонкой, то есть она соединена с правой педалью тросом. За положением заслонки следит потенциометрический датчик. Во время работы двигателя на холостом ходу воздух попадает во впускной коллектор и далее в цилиндры через регулятор холостого хода. Регулятор чисто электрический и управляется ЭБУ. При неполадках с этими деталями нарушается холостой ход и отклики двигателя. А вообще для диагностики проблем, чтобы не менять какие-то узлы наугад, лучше обзавестись диагностическим адаптером и соответствующим софтом. Фирменных компонентов не нужно, и тогда можно четко отслеживать параметры работы двигателя на холостом ходу. Например, если на холостом ходу давление во впускном коллекторе будет больше 0,35 бар, то это говорит о подсосах воздуха. При этом скорость холостых оборотов будет увеличенной. Подсос воздуха стоит поискать по трубкам, которые соединены с дросселем. Это трубка от датчика абсолютного давления, а также трубка от клапана продувки адсорбера. Также воздух может сочиться мимо изношенного наконечника, регулятора холостого хода и по прокладкам впускного коллектора. Конечно, воздух может проходить через дроссель, если его заслонка в начальном положении чрезмерно приоткрыто. В этом случае обороты холостого хода будут зависать в более высоких значениях. Начальное положение заслонки можно отрегулировать. Ну а если мотору не хватает воздуха, о чём говорит более сильное разрежение и даже невозможность запустить автомобиль без нажатия на правую педаль, то, скорее всего, засорён канал регулятора холостого хода. Датчик положения дроссельной заслонки не вечный. Со временем его контактные дорожки протираются, и это приводит всё к тем же симптомам – провалы в мощности, неровная работа двигателя, а также неадекватные отклики на педаль акселератора. По показаниям этого датчика ЭБУ формирует впрыск топлива. Здоровье датчика легко продиагностировать фирменным ПО. Датчик должен действительно видеть при закрытом дросселе нулевое положение заслонки. Самые опытные уже, наверное, заметили, что эта заслонка не с этого мотора, а с 1,6-литрового мотора Deo. Но смысл тот же. Катушка зажигания для двигателей Nexia Elanos недолговечная. Она страдает от вибраций и нагрева. Бывает, что после разбора неисправной катушки видны оторванные контакты. Также есть случаи, когда неисправная катушка оживает после охлаждения. Также нередко проблемы с зажиганием возникают из-за того, что в электроразъеме катушки пропадает контакт. Стоит пошевелить разъем, и проблемы с зажиганием исчезают. Эта катушка зажигания сдвоенная, и поэтому при любых проблемах с ней пропуски зажигания появляются сразу в двух цилиндрах – первом и четвертом, втором и третьем. Ну а если пропуски зажигания в одном цилиндре, то тогда ищите проблему в другом месте – в высоковольтных проводах, форсунках и даже в распредвале, кулочки которого могут быть изношены. Форсунки для восьмиклапанных двигателей Nexia и Lanos служат неплохо. Бывают случаи плохого контакта на разъемах форсунок и связанные с этим пропуски воспламенения в цилиндрах. Кстати, отметим, что если этот двигатель после простоя плохо запускается, то, скорее всего, одна форсунка сливает топливо прямо в цилиндр. Этот двигатель на переобогащенной смеси в одном цилиндре неуверенно запускается. На двигателе A15 SMS установлено два датчика температуры охлаждающей жидкости. Первый, который установлен на впускном коллекторе, отправляет данные на указатель на панели приборов, а вот этот датчик, который установлен сзади на ГБЦ, отправляет данные именно в ЭБУ. На основании этих данных ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь. То есть, если этот датчик врет, то ЭБУ будет готовить неправильную пропорцию топливо-воздушной смеси, а это повлияет на экономичность двигателя и на способность его уверенно запускаться. Сегодня в разборе этого мотора нам поможет Александр. Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 60 000 км. или раз в 6 лет. Меняется просто. Все необходимые метки есть на шкивах и на пластиковом кожухе. Также дополнительно необходимо выставить по метке шкив навесного оборудования, так как он совмещен с кольцом с гребёнкой для датчика положения коленвала. Хотя ошибиться с его установкой сложно, потому что здесь есть паз для шпонки. Добавим, что если двигатель A15 SMS находится под управлением Delphi MR140, то тогда, после замены ремня ГРМ, надо проводить адаптацию датчика коленвала. Адаптация проводится с помощью диагностического сканера и нажатием на педаль акселератора. В клапанной крышке находится маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. При больших пробегах его рекомендуется снять, разобрать и хорошенько почистить. Это поможет в лечении масложора, а также в устранении загрязнения масла в дроссельной заслонке и воздушного фильтра. Довольно распространённый симптом на 8-клапанных двигателях для Lanos и Nexia – это цокание гидрокомпенсаторов. Посторонний звук с их стороны допускается до 5 секунд после запуска двигателя. А если гидрокомпенсаторы продолжают цокать и издают посторонний звук после прогрева двигателя, то тогда надо убедиться, что давление масла в норме. Скорее всего, давление на холостом ходу будет меньше бара. Вообще причин стрекота гидрокомпенсаторов этого двигателя несколько. Изношенный маслонасос, его засорённый маслоприёмник, также засорённые каналы смазки ГБЦ в самой ГБЦ и даже в распредвале. К сожалению, чистка вышеназванных элементов – это распространённая процедура для этих моторов. Засоры появляются из-за поддельного масла, перепробега по маслу, а также из-за постороннего мусора, например, кусочков герметика, которые применяли при ремонте этого двигателя. Одно из последствий низкого давления масла – это износ кулачков распредвала. Как правило, изнашиваются кулачки четвёртого цилиндра. Упомянем, что каналы для подвода смазки через распредвал этого двигателя очень тонкие и поэтому быстро засоряются. При использовании некачественного масла приходится снимать распредвал и буквально проковыривать засорённые каналы. В этом есть смысл, если распредвал не изношен. Даже при изношенном распредвале этот двигатель будет относительно нормально работать, пока не нарушится газообмен в цилиндрах из-за недостаточного подъёма самих клапанов. Кстати, распредвалы одновальных моторов для Nexia и Lanos взаимозаменяемые. Разница есть. Лишь в тыльной стороне для варианта с трамблёром нанесена проточка для привода трамблёра, а вот метка для датчика положения распредвала есть на обоих вариантах. Есть даже на варианте мотора с трамблёрным зажиганием. На ГБЦ 8-клапанного мотора под Euro 3 есть отверстие для датчика распредвала. Если этот мотор эксплуатировался на замусоренном масле, то как минимум надо проверить масляный насос на износ, прочистить масляные каналы, разобрать и прочистить гидрокомпенсаторы. Если обнаружится изношенный, то заменить на новый. То же самое касается и коромысел. Обратите внимание, что коромысла не имеют роликов, поэтому из-за проблем со смазкой кулачки стираются очень быстро. На многих автомобилях Nexia и Lanos при использовании хорошего масла уже к пробегу в 200 тысяч километров пришлось поменять распредвал. Коромысла без роликов прилично трутся о кулачки. И вот это как раз таки наш случай. Критичного износа нет, но износ на кулачках распредвала присутствует. То есть их профиль подточен и по бокам есть бортики. Немало восьмиклапанных двигателей для Nexia и Lanos порадовали трещинами в ГБЦ. Трещины появляются через отверстия для свечей зажигания. После этого соответствующий цилиндр напивается антифризом. Обычно при этом машина парит из выхлопной трубы, а уровень охлаждающей жидкости падает. Чаще всего ГБЦ естественно трескается из-за перегрева. Причем перегрев может спровоцировать воздушная пробка в системе охлаждения. А иногда ГБЦ трескается сама по себе, без превышения рабочей температуры двигателя. А у нас ГБЦ целые, клапаны целые и небольшие следы масложора. Сетка Hone на поверхности цилиндров удивительно свежая. Никаких следов побежалостей, но следы масложора присутствуют. Если масляный насос демонстрирует признаки износа, то тогда нужно его поменять на новый. Но в оригинале стоит менее $50. Кстати, все зазоры, то есть между ротором и корпусом насоса между внешним и наружным ротором указаны в инструкции по обслуживанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это двигатель старой дешёвой конструкции, поршни с полноценными юбками, а коленвал имеет непарные балансиры. Радуют высокие маслосъёмные кольца, их сложно забить масляным нагаром, а в шатунах есть маслофорсунки. Поршневые кольца подвижны, шатунные вкладыши не протёрты, но видны борозды от подгоревших частичек масла. Та же ситуация и по коленвалу. На нижних и верхних коренных вкладышах тоже видны борозды. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали старый мотор, который в основном погибает из-за экономии на обслуживании и из-за низкого качества изготовления. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».